Привет-привет! С вами Алена. Сегодня будем делать очень интересную работу. Мне прям всегда хочется показать какие-нибудь катышки. Вы меня извините, меня прям подмывает хейтерам. Всем привет, которые падают в омраке от грязных ног. Ну а мы сегодня поговорим о разных мозолях. Вот здесь у нас есть красотка-мозолька, которой аж 25 лет. Вы только представьте себе, есть люди, которым 25 лет, а есть мозоли, которым столько же лет. Кстати говоря, вот эта странная пленочка образовалась, скорее всего, от пластыря солипод, потому что человек практикует самолечение. В общем, давно он этим страдает, и это очень больно. Но только представьте себе, ну не знаю, если вам шурупчик вкрутили, то есть вы просто не можете наступать на ногу. И мозоль это очень глубоко. Она в глубоких слоях кожи ушла уже сильно дальше, чем бывают обычные мозоли, которые мы вам показываем. И здесь просто настоящие археологические раскопки. Ну хотя бы учитывая давность этого мероприятия. Способ, которым сейчас убирается мозоль, ему мы научились в Москве, его преподают песчинкой, для него нужны кусачки вот такие специальные и пинцет. Ссылку на инструменты я обязательно оставлю. Пинцетом мы обычно мозоль держим, а кусачками обстригаем. Есть способы выпиливания и многие другие. Мы же чаще всего предпочитаем такую технику, но она не единственная верная. Она просто одна из, но нам в принципе удобно. И вытаскивается все одним большим кусочком и пластом. А сейчас я хотела немножко рассказать о мозолях, что же это такое, почему они образовываются и вообще, что это за зверь такой. Мозоли, по сути своей, это защитная реакция кожи, потому что она уплотняется ровно в том месте, на который идет постоянная систематическая нагрузка. И судя по количеству кожи, можно понять, что нагрузка шла действительно огромная. Кстати говоря, этого мужчину привела дочка, потому что она очень хочет ему помочь. Она устала смотреть за тем, как он занимается самолечением и не приходит никакому результату, поэтому она решила обратиться к нам. Здесь глубина очень большая, и все потому, что он работает на электростанции, и у него есть униформа, в которую входит специальная обувь. В общем, она очень жесткая, скорее всего, из-за этого и есть такие проблемы. Только после того, как мы все срезали, нам еще остается подрезать, как видите, там осталась глубина, нужно дальше работать, потому что еще осталась старая сухая ткань, которая будет давать дискомфорт. И небольшая каемочка привет от солипода. Дальше нужно будет все это загладить, чтобы ничего не цеплялось, и убрать максимальное количество ненужной старой сухой кожи. По рассказам я знаю, что он даже пробовал прикладывать алоэ, но на него началась какая-то аллергия и ногу даже раздуло. В общем, давайте без самодеятельности и самолечения, потому что никогда не знаешь, чем это может обернуться. И кроме того, в наш век высоких технологий все уже придумано, и у подологов есть кусачки, и мы можем убирать мозольки. А вот эта малышка совсем маленькая, ну разница просто налицо, и тем не менее их там как минимум две, а впереди нас ждет еще и межпальцевая мозоль. А тут мы закладываем специальный крем, который будет стимулировать регенерацию ткани, потому что нам нужно, чтобы эта дырочка затянулась. А еще мы поставим разгрузку. Мы заложили мазь и наклеили вот такой специальный тонкий пластырь. Штука очень классная, потому что ее приклеиваешь, она никуда не девается, она очень тонкая, ее клиент совсем не чувствует. И такие штучки используют еще после тату. Татуировку заклеивают, а человек несколько дней ходит с ней и может даже мыться. А мы тем временем устанавливаем разгрузку. Без этого в данной ситуации категорически нельзя, просто вот совсем-совсем никак. И разгрузка также дана на домашний уход, ее нужно будет переустанавливать, то есть раз в несколько дней, потому что она в любом случае будет слетать. Но оставить без нее мы точно не можем, потому что в противном случае вот эта кучка непонятностей вырастет на этом месте снова. Я просто пытаюсь подобрать какие-то слова другие, более приятные, чем то, что приходит мне на ум. Ну а пока опустимся чуть ниже, потому что мозоль не единственная проблема на этих ножках. Тут также имеются сухие пяточки с трещинами. В данном случае мы будем использовать кератолик под пленку, потому что кожи очень много. И сегодня вы не поверите, сработаем скальпелем. Мне часто скидывают такие видео, поэтому не переключайтесь, и вы посмотрите, как можно срезать кожу с пяточки, как с картошки кожуру. А тут у нас еще одна мозоль, и она находится между двух пальчиков. Обычно эту мозоль называют межпальцевая, а если напротив нее появляется вторая, то их зовут целующиеся мозоли. В общем, мы украшаем свои будни разными прикольными названиями. И в этой ситуации мы действуем точно так же, как с первой мозолью. Мы осторожно вырезаем ее по кругу. И для этого я точно могу сказать, нужно проходить обучение, не стоит резать просто так. Ведь если резануть лишнего, может пойти кровь и будет ранка на глубоких слоях кожи, это совсем не есть хорошо. Поэтому, кому нужны все welcome на курсы, я снова оставлю ссылку того места, где мы учились. Учимся мы у песчинки, это в Москве. И для тех, кто скажет, что я живу не в Москве, это далеко. Вы знаете, мы живем в Казани, и мы все равно приезжаем на обучение. Ибо учение – это свет. Ну, а тьма сами знаете. Вот. В общем, вырезаем все еще раз аккуратно. Конкретно эти кусачки предназначены только для таких манипуляций. У нас очень много разного инструмента, потому что, если ты профессионал, у тебя чего только нет. Мы все время что-то новое пробуем, постоянно покупаем. Но есть некоторые мастхэвы, которые я просто советую иметь. И вот одни из них – именно вот эти кусачки. Я сейчас, пока делаю озвучку, не вспомню, как они называются, но в описании обязательно добавлю. Потому что для работы с такими мозолями они просто незаменимы. И обязательно пинцет. Он как для мозоли, так и для вросши в ногти отлично подходит. В общем, два в одном. Здесь также мы устанавливаем разгрузку и фиксируем ее на специальный бинтик. Так он называется – Peha Haft. Такие бинты, они самофиксирующиеся и продаются в аптеках или даже в магнит косметик. При желании можно его приобрести. В общем, понаклеили, понаразгрузили все, что могли во всех местах. И сейчас настало время вернуться к пяточке. Но для тех, у кого есть такие проблемы и кто живет в Казани, то милости просим к нам в салон. У нас есть подокабинет. Можете записаться на такие необычные подоуслуги. Наша же пяточка уже размокла тем временем, и мы готовы ее порезать. Теперь стружкой счищаем. И многие, наверное, спросят, а почему не колпачком, а почему не под диском? Ну, потому что в этой ситуации вроде как быстрее и проще и менее пыльно будет сработать именно вот таким вот одноразовым, подчеркиваю, лезвием. То есть эти ножички, они продаются в упаковках уже стерильные. Ты их меняешь и потом просто выбрасываешь, то есть уциализируешь. Потому что, естественно, на другого клиента они совершенно не подходят. Но можно было сработать и любым другим устройством. Просто нам думается, что так будет быстрее. В конце, конечно, мы доработаем и дошлифуем. Ну, а тут еще есть большая трещина, которую также можно доработать теми же кусачками, которые мы использовали для мозоли. Потому что все это работа по коже, и инструмент применим и в том, и в другом случае. Я знаю, что выглядит это визуально достаточно страшно. И честно скажу, что когда я впервые в жизни увидела работу скальпелем, мне прям поплохело. Мне казалось, что с человека срезают человека, и это не нормально. Но потом, когда ты работаешь чуть дольше и уже набираешься опыта, ты начинаешь видеть и понимать, где можно резать и пилить, а где нельзя. Ведь сухая такая мертвая кожа, она имеет совершенно другую текстуру. Она имеет другой оттенок, такой более желтоватый. В общем, с опытом это дело приходит. Поэтому учитесь, практикуйтесь, и все будет. И, пожалуйста, не принимайте мои видео за 100% бесплатное обучение. Потому что я вот частенько с этим сталкиваюсь. Я хочу сказать, что это не панацея, и курсы проходить нужно обязательно. Ну а всем, кто досмотрел до конца, я хочу сказать большое спасибо. Желаю темножкам скорейшего выздоровления. Пока-пока. С вами была Алена. Берегите себя и свои ногти, и пятки тоже берегите. Помнил кое-крики. Помнил кое-крики. Берегите себя. Помнил кау. В этом ролике. Парал. Желаю. Посмотрела.